И всем привет, ребят, с вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен в очередной раз новые замечательные жестко забущенные пушечки Тесла. Сегодня у нас на обзоре одно из последних устройств, которые я не тестировал. Это устройство за кристаллы, которое называется ускоряющий протокол. Это устройство чем-то похоже на то устройство, которое является донатным, которое называется электрозалп, электропушка, что-то в этом роде. Я уже не помню, честно говоря, что там было в целом по названию. Но это дефолтный шарик, который чуть-чуть быстрее, ну где-то, наверное, в полтора раза, чем обычный шар без устройства. Если сравнивать с электропушкой, то тот, наверное, шар в раза два, может быть, даже три быстрее. Я с этим устройством ни разу не катал, поэтому хочу вместе с вами всё это дело, конечно же, затестировать. Ну а если вам нравится игрового плана видеоролики с подобными обзорчиками, то обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком. Сыграем пару боёв. Как всегда, по дефолту начнём с контроля точек. Также я думаю, что можно будет зацепить сегодня какую-нибудь осадочку и, возможно, даже сыграть условный штурмик. Здесь будет немножечко, наверное, проще мне, чем на условном адреналинчике. За счёт того, что шарик летит побыстрее, можно сразу же чётенько цеплять противника и, возможно, даже уничтожать его самим шаром. То есть, вот вы видите, быстренько полёт пошёл и от него дважды я сыграть могу. Не сказать, что, конечно, я могу очень много от него накинуть, но за счёт того, что вот среднюю дистанцию здесь я на нём могу нагнуть и плюс ещё идёт, конечно же, добавка от урона самого шарика. То есть, в целом мы получаем ещё 2-300 урона по противнику только за счёт того, что вы даёте шар и этим шаром наносите ещё урончик. То есть, это очень крутая тема. Запикиваюся, к слову, уже в начатый бой. Я не видел, сколько здесь было, но вроде около 5 минут. Есть у меня овердрайв и я думаю, что стоит его здесь, конечно же, так вот воткнуть. Шарик мой, конечно же, пропадает и я сумел только двух типов здесь слить. Но третьего здесь, я думаю, что так вот простенько мы вместе с вами чпокнем. Здесь шарик сразу пускаем, добавку на троечку красивую накидываем по оппоненту и ещё плюс урон. И вот здесь вот от шара ещё можно было дать плюс скилл, но, к сожалению, я его не чпокнул. Так, ладно, шаром сколько дам? 150 урона, окей, понял. Так, пробуем выигрывать бой. Один скиллов у меня уже есть, это очень хороший результат для подобного устройства и мне интересно вообще, а сколько максимум можно дать с таким устройством. Его можно кельнуть. Пока он показывает себя очень хорошо, вернее, оно показывает себя очень хорошо. Мне нравится, давайте просто шаром его. А, хоть думал я его чпокнул. А, на шаром можно ещё успевать, да? В принципе, если в движении работать на харьке, то я могу успевать за этим шариком. Это тоже своего рода хороший бустоплюсик. Так, ни одного иммунитета от пробития у противника нету. Это хорошо, это хорошо, только у меня вот овердрайва не было. Я почему-то думал, что у меня соточка, а сейчас уже прожимать овер как-то глупо. Может быть так быстренько сольём, да? Уничтожаем. Я думаю, следующую катку надо в осадочке сыграть, в осадочке. Хочу посмотреть, или даже может... Ну ладно, давайте сначала осаду, потом хочу штурм. Штурм за атаку. Штурм за атаку. С этим устройством можно будет нормально накилять. Так, вот если я, например, сейчас с респа сразу же даю шар, да? Нет, противник уезжает, ну ладно. Не успевает от него накинуть. Можно было, конечно, попробовать, но у меня не получилось. Так, шар на движение. Сразу от него. Игра. Противника убиваем. Так. Сейчас попробуем его сюда опустить. Сюда опустить. Сюда овердрайва. Плюс 2 кила сразу. И вот здесь вот полётик шарика. Да, в принципе, шар летит примерно с той же скоростью, с которой едет мой хорёк. Это, ну, неплохая скорость. Неплохая скорость. 18 киллов я уже дал. Для такого боя я считаю, что это очень неплохой результат. И я бы сказал, наверное, что это устройство имеет смысла побольше, чем условный даже адреналин. Да, то есть, если сравнивать адреналинчик, то для такого хорёчка лучше будет именно это устройство. Мне нравится, что оно показывает. Оп, ещё добавочку за счёт шарика. Шикарно. И, то есть, здесь как бы и на харьке нет смысла использовать медленные шары, да. Если, например, там с комбиной на титане, то окей. Да, там есть смысл использования. Так, давайте попробуем пустить шар. Шара урон. Хорош. Можно было даже ещё шаром целить. Но без этого даже. Так, 20 секунд у меня есть до конца. Пробовать дать ещё пару киллов. Будет неплохо. Давайте шар запустим. Блин, не успел. 10 секунд успею. Сейчас кого-нибудь кельнуть. Но за то, что я запикался не в фулл бой, дать 23 килла, это хороший результат. Это хороший результат для такого боя. Я, в принципе, доволен тем, что мы показали в первом бою. Поэтому давайте пробуем сразу же запикаться в осадочку. И уже там, надеюсь, в нулевом бою. Желательно, чтобы ещё карта какая-нибудь не совсем здоровая была. Посмотреть, что у меня будет получаться. А, очередной бой на 5 минут до конца. Ну ладно. Давайте ещё один тогда на 5 минут сыграем. Так, мы проигрываем 0-1. Точка в довольно-таки удобном месте для меня. Можно будет от этой точечки сыграть. Так, плюс килл сразу. Очень хорошо с этим устройством стоять где-то на точке. И очень быстро достигает цель. То есть вы только можете два раза плюхнуть, конечно, от неё. Но очень быстро достигает цель шарик противника. И за счёт этого вы моментами можете очень быстрый и качественный урон внести. Чего вы не сможете сделать, например, с дефолтным шариком. И не сможете сделать с медленным шариком. Ну, с медленным шариком, конечно, там открывается другой стиль игры. Но не в этом суть. Так, мы летим 0-2. 0-2 при том, что шансов на подбор точки у меня не было. Меня довольно плотно приняли. И я бы сказал, что это была бесшансовая. Так, от шара сыграем. Шикарно. 1300 на накидке. Здесь бы где-нибудь ещё добавить. Где-нибудь добавить. Мы точку почти захватили. Очень хорошо. Очень хорошо. Шикарно. Сразу ещё урончик. Урончик. Но ушёл я нарез, к сожалению. Так. 3,5 минуточки. Время на камбэк есть. Дадут ли нам сделать этот камбэк? Вот в чём вопрос. Вот в чём вопросик. Вопросик. Дадут ли сделать камбэчную? Тара. От шара. От шара ещё об накидочку бы дать. Не залетел. Ой, хорош. Там тиммейт раздал. По красоте. Тоже с ускорением. Ну, а точку придержим? Придержим. Красавчик. Он тоже на харьке с ускорением играет. Молодчик. Молодчик. Я нам коцал. Он добил. Шикарно. Хорошая работа, Олег. Хорошая работа, Олег. Так. Сразу в куполе мы можем забирать. Можно пустить шар наперёд. Вот сюда. Как раз за его шаром сыграть. Играем за его. Но при этом точку надо было захватить. Меня подблочили. И получается опять дефолтная баночка в осадочке. Я слился. Тиммейты забрали точку. Всё как всегда. Ничего не меняется. Так. Ну ладно. Главное, что мы взяли. Пробуем здесь забрать ещё одну. Жалко, вот противник не ставит купол. Если противничек бы тут тоже купол ставил, я бы от него играл. Было бы шикарно. Было бы шикарно. Иммунитетов у них от пробития. А, три штуки есть, да? Но всё равно, три это немного. Три я бы мог нормально надавать урону. Если бы они, например, куполочек поставили, я бы туда бы всунул бы урону. О, вот и купол подъехал. А у меня в Гордрайва нет. Вот это обидно. Это обидно, конечно. Грустно. Раскаливо. Что поделось? А шо рубить? А шо рубить, когда нету? Титан едет. Может успеет перебить? Перебить, перебить, перебить. Ну, хорош, молочек. Главное, что он перебил. А, его сразу нагнули. То, что он перебил, особо пользы не дало. Черешар, игра! Ай, точку просрали. Так, ладно, полторы минуты ещё есть. Полторы минутки есть. Но мы летим уже 1-3. 1-3. Это очень-очень-очень плохо. 1-3. Такое камбэкнуть, наверное, уже невозможно. Время хватит нам забрать на одну точку, если мы без перерыва сейчас. Её заберём, да? Если мы её берём без перерыва сейчас будем держать. Овердрайв не самый грамотный, если честно. От шара этого сыграет урон. Сыграл он один раз. Сыграл один раз. Тиммейты заберут, не заберут? Нет. Сливают последнего, кто стоял. И опять мы, похоже, карточку сливаем. Сливаем боёчек, сливаем боёчек, сливаем боёчек. От шара сыграть хорошо. 2 кила на добавке есть. То есть, это чисто устройство, которым вы можете быстро внести дэмэдж. То есть, если вы на харючке долго не живёте. Хоп, бустерочек, хоть шарочек. И сразу 2 кильчика стабильно можно дать. 2-3. За счёт вот этого быстренького шарика. Вот так, хоп. И через него сразу хоп играете. Да, то есть, ну, был бы у меня сейчас, конечно. Овердрайв я бы вообще всех быстро унёс. Ну и без этого, в принципе, нормально. Да, в очередная катка. Без начатого боя. 5 минут. 2 царик. Интересно всё-таки сыграть каточку, которая будет с нуля. С нуля. Которая будет нулёвая. И я, наверное, сейчас поперепикиваю. Если будет штурм за деф, я хочу штурм за атаку. Штурм за атаку мне хочется сыграть. Там можно намного эффективнее использовать данное вооружение. Поэтому я подпикиваю. Если вдруг кидает за деф, то я видос на паузу поставлю. И запикаюсь в штурмик за атаку. Пока вообще что-то в штурм не бросают. Уже 30 секунд прошло. 30 секунд. Но пока мне нравится. Пока мне нравится, что показывает это устройство. Есть интересные мувики. Как его можно грамотно использовать. Я просто не всеми пользуюсь. Но вот в штурме за атаку будем стараться ловить хорошие тайминги. А ещё идеально бы работало бы это устройство. Если бы у меня, например, сейчас в команде был бы кто-то на Титана. Теслочки. Ой-ёй, шикарная карта. Только мне надо за атаку. В эту же карту только за атаку, а не за деф. Если бы у меня кто-то был бы на Титана Теслочки с медленными шариками. То есть он пускает медленные шары. Опять меня кидает за деф. Давай за атаку, за атаку, за атаку. И вот тогда бы эта комбиночка бы работала просто максимально чётко. Может сейчас за атаку? Если за атаку, то круто. Нет, за деф бросает. Ладно, давайте я на паузу ставлю. Понапикиваю. Как только запикаю, продолжаем. Так, ну не запикался я туда, куда я хотел. Если честно. Куда я хотел, не запикался. Запикывалось меня за атаку 4.30 до конца. Очередная начатая каточка. Родайлер. Родайлер. И поиграют от точки, я так понимаю. Да, пускаем шар. На добавке сразу стараемся уничтожить. И на доставочку работаем. Здесь можно поиграть как и на увозы и уничтожение оппонента, так и можно просто где-то посейвить тайминг. Но попробуем повозить. Потому что мы катку проигрываем. И за счёт и доставок, и уничтожения противника посмотрим, сколько мы сможем дать. Киллов здесь, скорее всего, особо большого количества не будет. Всё же потому, что это 6 на 6. Но постараться можно. Постараться можно. Посмотрим. Если какую-то салючку я дам за этот тайминг, то это будет хороший результат. Если не дам, то... Он лучку. Он лучку. Ой, там гаусс неприятный. Так, давайте попробуем сразу переодеться. Взять иммунитет от этого гауссовского. Чтоб не так больно было. Так, и постараемся. У меня сейчас с овердрайвом можно сыграть. Да, он сразу... А, ничего не сделает. Уже без разницы на него. Уже на него без разницы. Притом, что у меня пушка, которая даёт шикарные шары. Блин, хотел сказать, шикарные шары меня чпокнули. Не успел даже дать ничего. Офигеть. Не успел ничего всунуть. Это обидно. Я не успел ничего всунуть. Мне сейчас надо устараться. Стараться дать надо. Там шары как раз летят. Через них сыграть можно. Ой-ой-ой, сыграла! Сыграла сюда ещё! Блин, сыграла. Очень хорошо. На 4 кила сыграл через его шары. Блин, это топовая тема. Вот я люблю, когда противник играет на титанах. Да, и когда... Ну, вообще, в принципе, я люблю, когда у противника есть тесла. Да, то есть, играть через вражеские шары, это прям очень крутая темочка. И вот против любого, например, такого там харёчка, там, хоппера, который, знаете, это устройство идеально подходит. Например, они вас там хотят чпокнуть. Вы ему такой быстрый шарик всовываете. И сразу же келяете его. Эффективно, быстро работает. Мне нравится. Так, давайте попробуем всунуть доставочку. Суним. Да, можем сыграть ещё через шар. Но через шар сыграть я не успел. Доставку оформил. Так, две минутки есть ещё у нас. Есть ещё две минуточки. Тиммейты хотят ставить. Ставят, хорошо. Может, камбэчную оформим? Все дадим камбэчную, будет супер. Надеюсь, шафт мне не чпокнет. Так, мы туда можем запустить такую контентовую. Контентовую запустили. Чуть сыграла контентовая. Но меня всё-таки диктатор слил. Так, сейчас у меня будет овер. И мы, по идее, с этого овера можем их всех слить. Сейчас я поймаю как раз тайминг. Там, где он запускает свой выстрел. Так, сейчас мы вот здесь вот сыграем. Здесь вот сыграем. Главное, может, чтобы я не прилетел. Да, вот так мы сыграем. Шикарно. Шикарно, шикарно, шикарно. Вот то, что я хотел. Вот, сыграли. Супер. Сыграли через чужие шарики. Только я ещё уничтожился от них. Так, у меня есть одна минута. Ещё чуть-чуть через них поиграть было бы неплохо. Чуть-чуть поиграть через них будет неплохо. Но пока это всё равно не те бои, которые я бы хотел бы. Я хочу хотя бы, ну, сыграть тот каточку, которая будет, ну, нулевая. Мне три катки подряд кидают в начатые бои. Хорошо, конечно, но немножко не то, что я хотел. Немножко не то, что я хотел. Поэтому мы сейчас ещё на подпике сыграем штурм. Надеюсь на хороший бой. Главное, что хороший бой в атаке. И если вот там вот мне уже удастся нормально насунуть, то будет вообще супер. Будет вообще супер. Так, 20 секунд до конца. 20 секунд до конца. Сейчас попробуем так сыграть. Сыграет. Ой, сыграло. Вообще шикарно. Сыграло вообще шикарно. Реакция, конечно, у этого молодого печальная. Просто я поменял полгода назад. Он только сменил. О, ничего страшного. Ничего страшного. Так, пикаем штурм за атаку. И продолжаем. Спустя 4 года меня всё-таки записывают. Запикивают в нормальную карту. Я очень сильно офигел с того, какое большое количество имеется. Редалертов. Я вообще не знаю, зачем столько редок. Меня запикало в 4 или 5 редалертов. И все эти редалерты меня, ко всему прочему, бросало за деф. Я просто в шоке от работы замечательного матчмейкинга. Передаю привет тому, кто его делал. Так, ну ладно. Не в этом суть. Наконец-таки я запикался на более-менее хорошую карту. Это у нас мосты. Это атака. Это то, что я хотел. Ну и теперь работаем. Работаем. И пробуем дать, ну, хотя бы, я не знаю. Здесь и киллов хорошо, и на доставочке поработать. По киллам мы можем поработать примерно от острова, либо от тылового моста. То есть, здесь два варианта. Разыгровочки. Но для этой разыгровочки оппонент должен стоять на своей точке. Пока что я противника на точке не вижу. Не знаю, где он играет. Прожму оверграйв, потому что падает еще один оверс вверху. И надеюсь, что я его заберу. Да. Шикарно забираю. Так, ну и противничка нету. Я не знаю, где противник. Что он делает вообще на карте? Что делает противник на карте? Ясно, понял. Я сразу отреспили. После таких слов. Пробуем вести тогда, я не знаю. Наверное, как-то надо замотивировать противника, чтобы он отыграл от дефа. Пробуем мотивировать. Так, пускаем шар. Через низ работает. Работает, шикарно. Четверочка, красивая. Записываем сразу на свой счет. Так, прожимаем аптечку. Пускаем шар. Не совсем, конечно, идеальный. Но пробуем, пробуем, пробуем подсейвиться. Есть аптечка дроповая. Шарик я не успел запустить. Так, три противника в одном месте. Титан наш купол поставил. Не сказал бы я, что он поставил его крупным. Если бы он поставил бы на вражеской точке, это было бы бомба. Но, ладно. Пробуем ехать ставить. Диктаторы играют на медленных шариках, кстати. Ой-ой-ой, это очень хорошо. Сейчас мы через них будем играть тогда. Если они будут у нас работать. Они будут работать. Так, я запущу вот такую. Контентовую. И через контентовую сыграл. Хорошо. Двоечку оформил. Там еще три противника стоит. Мы сейчас еще и через них сыграем здесь. Сыграем. Сыграла раз. Сыграла два. Шикарно. Так, и здесь мы сыграть можем. Да, мы можем сыграть. Шикарно тут. Ой, хорошо. Топчик. Топчик. Просто топчик. 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 Так. Ой, милечка. Ладно. Сыграем. 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 На двоечку. Еще добавка. Мне нравится, что пока что получается. Так. Сыграем здесь. Нет. Не убил. 13 киллов. Это неплохой результат. Пробуем еще на доставку сразу. Пробуем сразу на доставочку сыграть. Так. Хорошо. Сразу ловим. Ловим хорнетика. Хорнетика ловим. Так. Здесь дроповая дашка есть. Тиммейты накидывают шары. Интересно. Если накидывают, то шикарно. Если не накидывают, то не так хорошо. Офигеть. Мне. Вика рельса поймала в тайминге. Ладно. Пробуем от правого мяча. Ой, флага. Вернее, не мяча. Давайте подберем его. Ну и здесь всунуть можно нормально уже киллов. Если все будет четко. Принцип очень простой. Ловите оппонента спереди. Запускаете ему шар. И уже от этого шара даете киллы. Все максимально эффективно. Просто грамотно, четко работает. Как часы. Мои тиммейты, правда, не везут здесь флажки. Это не очень хорошо. Хорошо, что они их респят. Но то, что не везут, это не круто. Не круто. Поэтому я пробую везти. Я пробую везти. Пробую ставить. У меня вообще все идеально. Легенько залетают доставочки. Противник падает сразу как раз даже на меня. Два танка сверху. Попробуем их сразу на чпокинг посадить. Да, так вот можем. Можем сыграть. Можем. Еще играем. И здесь тоже сыграем. И может даже еще и здесь рейсочку. Рейсочка улетела на рез. На нее я не сыграл. Три шара полетело здесь очень хороших. Совсем скоро они долетят до точки. Здесь очень эффективно всегда играть на верх-низе. 21 килл 2 минуты. У меня почти 600. Можно постараться дать 1000. Но 1000 я могу дать только в том случае, если я буду еще доставлять. Поэтому работаем на увозы. Мишанечка со мной запикался. Мишаня только, я смотрю, не хочет везти. Почему Мишаня не везет? Мишаня же должен помогать, саппортить. Мишаня не хочет саппортить. Мишаня не хочет выигрывать катку. Ну ладно. Буду я тогда пытаться везти. Мишаня пусть работает на урон. Так. Ну, пока не есть все хорошо. Если честно. Если честно, уже все плохо. Тиммейты хоть и дают киллы. Но этого будет маловато. Этого будет маловато. Пробуем сыграть через чужие шары. Через чужие шары играем. Прожимаем овердрайв. Играем еще на 2 кг. И на добавку. На добавку тоже сыграем. Давай, 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 сыграем. Хорошо. Но никто не везет. Никто не везет, а меня не респят. Это очень плохо. Меня никто не респят. Так. Очень, как я вот говорил. Идеально работает эта игра на тиммейта шары. То есть, если у тебя есть тиммейт с медленными шариками, туда ты пускаешь в цепь его свой быстрый шар. И у тебя очень быстро цепочка начинает работать. А если она начинает работать, то ты формишь непосредственно киллы от его цепочки. И, ну, чувствуешь себя комфорта. Комфортейбл сразу срабатывает. Жесткий. Но, к сожалению, боечек мы проиграем. 29 киллов я дал. Неплохой результат для подобного боя. Можно было дать, наверное, больше. Но ни одного титана нет против. Да, если бы, например, был бы титан, который жал бы купол. И мы бы через его шарики бы играли. Было бы еще жестче. Я хочу сыграть все-таки ластовый. Я хочу сыграть ластовый боечек. И это будет режим контроль точек. Все-таки у нас сегодня какие-то все-таки обрубленные катки получились. Вот единственное, где была катка полная. Но при этом полная, ну, может быть, карта не максимально подходящая. Да, если бы у нас, например, был бы какой-нибудь Александровск. Там, ну, либо там в ЦПшечке тоже какие-нибудь небольшие такие карты. То можно было бы побольше бы давать киллов. Ой, шикарная карта. Как раз вот на ластовую она должна идеально заходить. Есть на этой карте шикарнейшие позиции. Одна из позиций это вражеский подъемчик. Но для этого нам надо постараться сейчас очень быстро получить овердруйбу. Вообще, по идее, мы можем даже, наверное, играть вот здесь вот. И вот туда наперед накидывать шар. И от него играть. Сейчас я попробую так дать. Откуда я буду цеплять. А, понял, хорошо. Но зацеп такой себе, если честно. Может быть, попробовать вот здесь так пустить. Да, здесь на запуске шикарно. И можно еще было бы, наверное, сверху. Если бы у меня был бы какой-нибудь тиммейт на Титане. Тиммейт на Титане. Вот это было бы вообще бомба. Это была бы бомбочка. Так, сразу хорошо. На цепочках работаем. Пробуем этого тоже молодого уничтожить. Но его уже стырили. Фулл бой. Фулл бой. Но я не вижу оппонента. Где оппонент? Где оппонентики? Прожимаем овердрайв. Мой шарик улетает. Не работаю через шар. И это очень плохо. Овердрайв просрал. А через шар не сыграл. Бэм. Можно было сыграть. Ну ладно. Полторы минуты прошло. 7 киллов есть. Потенциально катка на 30+. На 30+. Единственное, что мне нужно в этом бою делать, это стараться как можно дольше жить. Если я буду в таком бою долго жить, то киллы сами придут ко мне. Вот, например, даже вот от этой позиции можно очень не кисло накидывать. Да, то есть сколько здесь тиков? Два тика. В добавку летит. Два тика в добавку. И плюс еще, если это будет бустер, это если будет овердрайв, то в целом мы получим очень крутую темочку. Так, поэтому нагазовываем. Нагазовываем. Стараемся килять. Тут, конечно, без шара он не нужен. А вот здесь вот можно уже и шар запустить. Хорошо. Уничтожаем одного. Здесь играем на викинга. Викинга садим сразу. Еще одного викинга садим. Есть овердрайв у меня. Пускаю шар. Не сказать, что крутой, конечно. Свой килл он дает. Так, и здесь вот от стеночки можно сыграть тоже хорошо. Еще добавил. Так, и вот здесь вот если поражать хороший, успеть. Успеть. Ай, не успел, рельса слил. Вот рельса бы не слил, а там как раз 4 танка стоит. А если я, кстати, сыграю через туннель, там типы перед туннелем стоят. Давайте я попробую. Мне вот почему-то кажется, что это может сработать. Так. Двое у нас запрыгнуло в туннельчик. А, в туннеле точка есть. Офигеть, сюда просто. Я даже и не знал, что здесь есть такая точка. Я что-то как-то так играю и до сих пор не знал о том, что здесь есть точка. Но здесь можно вообще ловить их. По идее, очень хорошо. Нет? Ребятки, можно ловить здесь оппонента? Наверное, можно. Если они так будут падать в него. Ну ладно, давай сейчас через лево. 18-ка у меня уже есть. Очень хорошо. Пока что идет в этом бою. Очень хорошо идет. Пускаем шар. Через шар играем. Раз. Через шар. Раз. Два. Хорошо. Дальше. 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 Дальше меня уничтожает. Дальше меня уничтожает. Точка нижняя под нашим контролем. Есть титан, который поставил купол. У них пробитий нет. А, есть одно, да? Одно пробитие. Ну, если там одно пробитие, то я, в принципе, могу и вот так вот сделать. Вот так вот через два. И третьего сразу туда же посадить. И может даже четвертого посадить. Хорошо. Шикарно. Четверых посадили. Три минутки до конца. Три минутки до конца. Ну, и теперь нам надо, наверное, поехать вниз. Надо поехать вниз. Там я уже вижу, что оппоненты забирают. Я все-таки хочу доехать до той позиции, где я должен был келять оппонента. Вот, как раз мой тиммейт туда едет. Сейчас, может быть, даже через его шары поиграем. Ой, здесь еще и купол стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же здесь все идеально. Идеальнее и прекраснее здесь все. Еще бы мне бы противника здесь видеть где-то. Было вообще... Ой-ой-ой, там кучкуется очень много. Очень много кучкуется. Так, шар сюда. Раз. Добавка. Давай, добавку. Добавку, я сказал. Давай, добавку. Давай, добавку. Аааа, и в упоре сомничтожил тебя. Две минуты. Так, две минуты, 26 килов. Шикарно, Вася. Шикарно, Вася. Так, давай, через низ. На газовик через низ. И там уже через их точечку начинается игра. Ой-ой-ой, сюда. Опять они падают в эти. Блин, так вот здесь вообще можно ловить их. Здесь их можно ловить. Так, тут показывает на верхнем ярусе только тип. Это значит, что я могу вот так пустить. Хорошо. Так, и сейчас мне надо поймать тайминг. Тайминг поймать. Давай. Хороший, хороший. Добавку, добавку, добавку. Добавку и... И, 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 и. Ааа, и танк купол прожал. Так, 30 есть. 29 вернее. 29. Так, точки наши 4 под контролем. Нижняя контролируется. Противничка я там пока что не наблюдаю. Соответственно, мы делаем на газовочку через центр. Оппонент падает под точки. Так, мы здесь вот можем так через шар быстренько забрать. И сразу отправиться на давление. Так, пушинг сюда залетает. Красивый. Так, вот так. Играем через шар. Играем через шар сюда. Сюда сразу. Шикарно. Заберем еще одного молодого. Так, твинс хочет меня слить. Я ему... Ай, лак произошел. Ну, как всегда. Ну, почему? Самый нужный момент происходит лак сервера. 33. 33 наша нижняя под контролем. Но я уже, наверное, никуда не успею доехать. Единственное, я могу там проконтролировать низ. Как раз противник пытается что-то забрать. А, я даже не успею доехать. Две, одна, ноль. Все. Хорош, 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 хорош. 3000. 3000 для такой карты. 3000 это шестерочку на двойных. Я бы поднял. Это очень хороший, плотненький, красивенький результат. К сожалению, не получилось запикаться в идеальные, конечно, карты. Но для таких боев, что у меня были сегодня, в этом замечательном видеоролике, я считаю, что это очень хороший, качественный результат. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Играете ли вы на Теслочке. И если играете, то с каким устройством, с какой комбинацией. Это очередной вариант использования Теслы. Ну и полноценный обзор на то устройство, которое я до этого момента не использовал. Возможно, стану использовать чаще, потому что, ну, если играть на харьке с Теслочкой, наверное, это одно из самых эффективных устройств. Ну, за исключением, конечно, того донатного устройства с еще большей скоростью полета этого шарика. Поддерживайте видео, рейк лайком, подписывайтесь на канал. Также не забывайте про колокольчик, нажимайте на него. Ну и про тег, молодые люди, тоже. Не забывайте, кто еще не знает, вдруг, может быть, у нас в игре появился тег создателя контента. Мой тег, это Тимпэ, вот здесь вот вы его можете выбрать. Это тег для тех ребят, кто, например, поддерживает проект. И если вы закидываете копеечку с тегом создателя вот этим вот замечательным, Тимпэ, то вы еще и дополнительно поддерживаете меня. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.